Спасибо вам большое за то, что вы согласились поговорить. Прям вот буквально сейчас, пока ехала, возник вопрос. У меня ощущение, ну пусть не обижается на меня господин Тупицкий, что человек с такими интеллектуальными и прочими способностями просто не может, да даже с такой смелостью, низкой смелостью, невысокой, такие дерзкие поступки совершать. Вот только в 2021 году, я уже вижу, он столько и наговорил, и на сайте КСУ разместил скандальных заявлений. Прям смельчат, пошел на президента, прям вообще. Я не верю, что он самостоятельно действует. Мне кажется, что он маринетка, например, господина Портнова. А как вы думаете, эта версия имеет основания какие-то? Именно про Портнова? Ну да, мне кажется, что он исполнитель просто более... Я сомневаюсь, когда у меня было, когда они устроили переворот, Портнов категорически выступил тогда даже в своей газете «Законный бизнес». Посмотрите, там материал, там что-то 12 заговорщиков называлась эта статья. То есть он не поддержал ваш служб, да? Потому что там у них что-то личное, я не знаю. Но с другой стороны, тут даже личное, не личное, это же общественные вопросы, когда идет явный беспредел, то любой, кто понимает хорошо эти вопросы, может разобраться. А если не Портнов, то кто бы мог давать советы, рекомендации, или может быть даже руководить Тупицким? Ну, тут целый комплекс, букет, как говорится. Во-первых, у него само по себе восприятие права очень низкое. Он вообще конституционное право не знает, это среди всех студий он практически на самом последнем месте по интеллектуальным способностям. Зато у него другие способности, охватательные рефлексы, как кого-то развести, подставить. Посмотрите на эти вот записи, распечатки последних пленок Тупицкого, по криминальному делу, по которому ему вручили подозрения. Это же классика жанра Татьков, которому он должен быть обязан всем, он карьерой, заработками, под этими всеми имуществом, которые сейчас нашли. Сейчас тот находится в Австрии. И в результате получается так, что он сам на кренках рассказывает бизнесмену, как нужно его сейчас развести на деньги. Драггера вы имеете? Да, да, да. То есть давайте возбудим дело и разведем его на деньги. Представьте, человек, который, он обязан даже назначением в Конституционный суд, потому что именно Татьков я на кое еще рекомендовал его. И действительно, вот у него такая, это специфика характера. Я бы сказал, коррупционная составляющая, судя по всему, его заинтересовали. Это была причина нашего конфликта. Я ему сказал, что, Оксана Николаевич, прекратите заниматься коммерцией, я не собираюсь тут у вас быть на подтанцовках. И получается так, что, я бы так назвал, это Донецкая школа юристов имени Януковича, хотя он сам откуда-то в Чекасской области, но он, конечно, так писался, что его вот это вот от того периода не отличишь. Причина в том, что главное вот это вот идти вперед на пролом, то есть долги платят только слабые, что есть вот как бы особые судьи, да, ну, как по аналогии с блатным жаргоном, да, он же сам не случайно в своей пресс-конференции сказал, что вот это вот, формазонят ему подозрение, да, формазонят это блатное слово, а слово франк-масон, франк-масон, это значит подделывать. То есть его понимание, что вот он есть такой козырный, а есть такие фраера или лохи, в том числе, наверное, и я, которые вот должны просто выконовать их побожание, доказание, а поэтому это как бы, как они говорят, не взападло, подставить человека, субриковать какие-то фальшивые обвинения, и для них это чувство доблести. И сейчас, когда президент в этом со всем разобрался, для него это шок, для этого Тупицкого, что вот оказывается есть президент, есть уголовное дело, есть конкретное подозрение, он не может, как бы сказать, дать назад, да, потому что он показывает всем, что он как бы вечно, ну, пределы своего срока, поскольку он там еще набрал разных обязательств, я так чувствую, ему он будет зубами держаться за это окрестно. То есть вероятнее, вы допускаете, что он сейчас самостоятельен? Вот просто прям мой вопрос. Не, не думаю, он самостоятельный, он как бы, есть определенные группы, которые его поддерживают, ну, по крайней мере, поддерживали. Сейчас вот именно, я думаю, что у него практически все союзники разбежались, потому что никто не собирается воевать с государственной властью, с президентом. Никакой олигарх не будет поддерживать Тупицкого, разве что использовать его в форме информационной торпеды, чтобы ослабить власть Зеленского. Наверное, так и было, когда они об этом договорились, но сейчас они не ожидали, что Зеленский встанет на радикальные позиции, поэтому результат мы видим. Это большая кризис эффективности Конституционного суда, это результат того, что тут, наверное, руководил Тупицкий, результат его, как бы, непонимания того, что Конституционный суд, это Конституционный суд, а не его юридическая фирма, ну, и чисто психологические моменты, путем обмана, может быть, подкуп, он сколотил большинство, и сейчас расплачивается за свои поступки. Продолжение следует...